Во время коррекции цвета мы проходим только локально по волоскам. Всем привет! У нас сегодня будет коррекция волосков. Очень сложная кожа. Несмотря на такую сложную кожу, волоски все сохранились, но работал ученик, и он немножечко ошибся с глубиной. Некоторые волоски коричневые, а некоторые имеют коричневые, но они холодноватые, такой холодный, слишком коричневый для этого цвета волос. Это не из-за неправильного выбора цвета, а из-за не очень правильной глубины, поэтому я всегда говорю работать максимально поверхностно, но тут ничего смертельного нет. Мы сейчас будем менять цвет их, и вот некоторые волоски, которые вот здесь впереди, они должны быть самые воздушные и красивые, а он получился как назло толстым и слева, и справа. Они должны быть идеальными, но придется над ними поработать. В некоторых местах волоски сплылись между собой, когда они положены очень близко, они с собой образуют единый такой толстый волосок, но таких мест немного, тоже там поработаем корректором. В принципе, вот такая работа нам сейчас предстоит. Когда мы пройдем корректором, корректором мы будем ходить только по темным волоскам. Нам нужно будет еще восполнить пробелы, потому что все-таки волоски, они тоже в некоторых местах есть. Более пустая кожа, где нам нужно будет чуть ярче сделать цвет. Ну вот, допустим, вот эти волоски лежат близко друг от друга, и первый волосок он толстый, поэтому я такое маленькое движение совершаю между ними, чтобы их разделить, и сделать первый волосок более тонким и более правильного цвета. Без фанатизма этими цветами нельзя работать на больших площадях, то есть я не могу взять и закрасить большой кусок. Прям по границе я иду, волоска и чистой кожи, чтобы он изменил оттенок и как бы чуть-чуть стал более прозрачным на вид. Здесь они вообще почти сплылись, обязательно постоянно протирать, чтобы убедиться, что положил пигмент на правильное место. Как бы я беру в рамочку вот этот темный волосок. Два этих темных волоска первых, которые мне не нравятся. Таким образом можно работать только на очень небольших участках, буквально разделить волоски и все. в коем случае никогда не закрашиваем большие площади. Мы не рисуем эскиз, потому что надо четко видеть кожу, где у меня лежит либо не лежит пигмент, для того чтобы его откорректировать. И потом мы сядем и подрисуем уже одноразовыми материалами, потому что кожа повреждена и карандашами косметическими работать уже нельзя. Я тщательно просматриваю, ищу волоски, которые мне надо исправить, у которых будет неправильный оттенок, чтобы либо толщина какая-нибудь неправильная. Вот это вот место, оно должно быть четким, но волоски должны начинаться от тонкой такой линии. Здесь тоже, сейчас ты тогда это доделываешь, а потом мы по некоторым волоскам, которые холодноваты, пройдем корректором. Во время коррекции волосковый метод, если волоски стали более холодные, чем хотелось бы, нужно очень аккуратно прям под тем же волоскам, не затрагивая пустую кожу, проходить, иначе цвет корректора останется на пустой коже оранжевым цветом. Постоянно протирать, проверять, оттенок волосков меняется прям на глазах. Ну и конечно, если опять-таки очень много проходить и разрушить кожу, то будет каша из кожи, волоски расплываться. На этой брови у нас прям ярко виден холодный оттенок, а эта уже теплая. Но, кстати, не все волоски, вот примерно в теле брови еще есть, вот в начале твоего пальца, прям четко по волоскам, по пустым местам не идем, заканчиваем, если волосок прервался, заканчиваем линию и все, в принципе на этой брови уже оттенок изменился. Чирк, он создает дымку, а нам надо плотно, локально положить пигмент на волосок. Протираем, уходим на другую. Вот примерно так выглядит изменившийся оттенок, когда прошли с корректором по каждому волоску, и вот здесь не прошли, она более холодная, это вполне хорошо заметно. Но опять повторюсь, ни в коем случае не по пустой кожи, только по волоскам, они просто меняют оттенок, становятся нужного нам красивого цвета. И дальнейшее наше действие, это мы закрываем просто пустоты, восстанавливаем форму. Во время коррекции цвета мы проходим прям только локально по волоскам. Если бы это была растушевка, то тогда по всей растушевке равномерно, если бы эта растушевка была бы с пятнышками, на пятнышках где-то на ярких больше, на бледных меньше. То есть в зависимости от насыщенности цвета, который нам нужно изменить, мы используем и корректор в такой концентрации, яркости, количестве слоев, но ни в коем случае не по чистой коже. Прям раздвигаем каждый волосок, смотрим правильно, чтобы лишние не травмировать, те, которые нормального цвета. Корректоры очень хорошо работают. Когда мы сделали коррекцию цвета и цвет нас устраивает, мы должны восстановить форму. Одноразовым микробрашем мы для себя нарисовали пространство, на котором мы дорисуем новые волоски и потом просто в местах, где пусто, чуть-чуть воспроизведем пробелы, закроем и все, процедура у нас будет закончена. Мы сделали нашу коррекцию, мы прошли по волоскам корректором, некоторые волоски мы разделили и цвет теперь теплый, он даже чуть теплее, чем нам бы хотелось, но с учетом того, что когда заживут немножко изменится, я думаю, что все будет нормально.